Приветствую! Сегодня 31 октября 2023 года, 615 день широкомасштабной войны России против Украины. И мой собеседник сегодня, господин Мухтар Аблязов, казахстанский государственный политический и общественный деятель, лидер оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана». Мухтар, здравствуйте! Здравствуйте! Традиционно на начале я благодарю силам обороны Украины за то, что у меня, находящихся в Киеве, ее можно вывести, записывая интервью Тоши Чародиаку и Кожному. Мы вне эфира с господином Аблязовым договорились, что мы будем называть друг друга по имени, поэтому перехожу на такой формат обращения. И хочу сказать нашим зрителям, что Мухтар Аблязов уже много лет, больше 14, если я правильно помню, находится за границей, за приземами Казахстана, преследуемый у себя в стране, несколько уголовных дел, по которым 5 лет проведено в местах заключения, и в России тоже уголовные дела, уголовные преследования, правильно ли? Да, правильно. В России заводчик мне дали недавно 15 лет. За что? Это Казахстан, собственно, как и Украина в свое время в рамках соглашения о взаимопомощи возбуждает дела, рисует. По просьбе Казахстана Россия, не имея никакого ущерба, безусловно, дала мне заочно в прошлом году 15 лет. В Казахстане у меня были сроки 6 лет, 20 лет, пожизненный срок. В общем, сроков у меня хватает, я думаю, мало у кого столько в мире сроков. Сегодня вы, сейчас вы находитесь в Париже уже много лет, проживаете там. Да, я сейчас проживаю во Франции, где-то приблизительно более 14, нет, извините, я больше 14 лет в отъезде из Казахстана. Во Франции я проживаю где-то с 12 года, то есть, ну, 11 лет. Я начну с информации о том, что Казахстан может в ближайшее время запретить россиянам массово получать банковские карты от граждан России при открытии счетов, вероятно, вскоре потребуют разрешения на проживание в стране. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на портале нормативных правовых актов Казахстана. Мы помним прекрасно, что когда вот россияне начали выезжать из России, кто от мобилизации, кто в начале еще широкомасштабного вторжения, и массово ехали, конечно, в Казахстан, не только айтишники, открывали банковские счета, получали карты и так далее. Сейчас хотят вот такой банковский туризм прикрыть или уменьшить, как минимум, эти потоки. Почему? Из-за чего? Как думаете вы? Это очередная дезинформация, типа ДНР, ЛНР мы не признаем, как в свое время такая в июне прошлого года заявил, и когда практически все средства массовой информации, как Россия и Украина, все это выдавали, дезинформацию, я сразу сказал, что это утка. По факту такого рода заявления Казахстан делает много. Они заявили, что вот с 1 апреля в этом году электронная система контроля, чтобы не было поставок товаров двойного назначения из Казахстана в Россию, это все вранье, ничего этого не было. Казахстан делал заявление, что никаких поставок не делает и не будет это вранье. Даже официальные государственные статистические данные мы публиковали в отчете через фонд «Открытый диалог». Шесть отчетов было опубликовано, где официальные данные опубликованы, показывают, что это вранье. Идут поставки радиолокационного оборудования и различных товаров вопреки заявлениям высшего руководства страны. Поэтому нужно воспринимать, что это очередная дезинформация. Недавно один из замминистров, министерство торговли, заявил, что якобы 106 наименований Казахстан теперь принял решение, не будет поставлять. И буквально через два часа, что ли, офис президента Украины радостно заявил, что это успехи группы Макфода и Ермака. И где-то через час само же министерство, через пресс-службу министерства торговли объявило, что это неправильно, что никаких ограничений не было. Вот я по этому поводу писал пост, иронизировал по поводу победы якобы администрации президента Украины. Никакой победы не было. Это очередная дезинформация, которую, к сожалению, Украина сама и транслировала. Казахстан помогает Путину. Это такой же режим. И все такого рода заявления нужно все время воспринимать как ложной информацией и не ловиться на такую ерунду. А как думаете, почему так много серого, серым путем заезжает товар в Россию через Казахстан, и автомобили в больших объемах из Германии, об этом тоже было расследование. Почему так происходит? Почему Казахстан получается откровенно на стороне России? Здесь не должно быть заблуждения, нет никакого серого экспорта из Казахстана, идет открытый экспорт, проходит через официальную таможню. Серый экспорт, если идет, то не фиксируется на границе между Казахстаном и Китаем, так называемый зеленый коридор создан. Есть специальные компании, которые тысячами проводят мимо из Китая, не регистрируя, гонят его мимо нашей таможни. И это государственная политика. Казахстан является членом евразийского сообщества. Это вторая по значимости после России страна. И не то что союзник, это бассал Путина. Вы, наверное, должны помнить, что в январе 1922 года в Казахстане произошли массовые протесты, вышло около 400 тысяч человек, и полиция, и армия стала переходить на сторону народа. И этот режим спасся благодаря помощи так называемого ОДКБ, а по сути дела только войск Путина. И произошли массовые расстрелы, более тысячи человек погибло, хотя официально данные 238 человек. Поэтому режим Казахстана, он просто держится за счет штыков внешних. Обстановка у нас политическая настолько острая, что если не будет поддержки Путина, и люди осознают, то режим будет свергнуть. Поэтому этот режим является помощником Путина, его вассалом, и будет помогать, оказывать всемирную помощь, чтобы удержаться самим у власти. Вот в чем основная суть. И все это делается официально через таможенные переходы. Никакие перебежчики ползком сотового телефона через границу не тащат. Не верьте байкам, что 7,5 тысяч границ якобы невозможно контролировать. Есть точки перехода, и мы видеосъемки присылали, приставляли, там тысячу машин по 15-20 километров очереди. Все это идет открыто. Никакого серого импорта или экспорта нет. Все открыто делается. Про отношения Такаева с Путиным. Что вы скажете? Это зависимость? В чем она определяется? В чем, может, есть компромат какой-то у Путина и спецслужб российских на Такаеву? Почему? В чем вот эта дружба такая политическая? На чем она завязана? Мы помним, Такаев недавно приезжал к Путину на день рождения. Один из немногих, кстати. Здесь надо изначально понимать, что в авторитарных диктаторских странах понятие компромата отсутствует, потому что, когда судебная система, вся исполнительность системы находится в руках одного человека, вы можете там тонны компромата вылить, существующие подотчетные прессы и так далее скажут, что это вранье, а того человека, который это вынул, просто посадит и все. Поэтому компромат в таких странах не работает. А причина очень простая. Во-первых, как я говорил сейчас, это наш режим в Казахстане. Жизнь этого режима зависит от Путина. Если режим Путина в результате этой войны с Украиной будет светнут или будет поражение, которое приведет к, конечно, падению режима, то все режимы, которые есть в диктаторских странах, в среднеазиатских, они упадут как карточные домики. Поэтому жизнь этого наших режимов зависит напрямую от жизни режима Путина. Это основная причина. Ну и такие детали. Собственно, сам Токаев, он был заместителем, ну и секретарь посольства в Китае в советские годы, закончил МГИМО. Как известно, все выпускники, они все автоматически являются агентами КГБ. Ну и в связи с тем, что оттуда его из Китая, затем из советского МИДа пригласил Назарбаев Токаева работать в Казахстан, он, собственно, с тех пор работал именно замминистра, министром иностранных дел, и у него психология такая. Россия – великая страна, мы являемся той самой частью империи. Есть его известные выражения, обращение к Путину, где он говорит, что Россия, Казахстан точнее, была частью Российской империи, и Россия должна активно присутствовать на этом пространстве, в Казахстане в частности. Вот эта фраза очень много значит. И его семья, жена, формально как бы бывшая, бывшая она стала после того, как он стал баллотироваться на пост президента в Казахстане в 2019 году, они все живут в Москве, недвижимость у него в Москве, ну и известно, куда прячутся авторитарные диктаторы. Ну, Владимир Янукович, например, спрятался в Москве. Акаев, бывший президент Кыргызстана, он в Москве. Бакиев, за которым разделена толпа Кыргызов гонялась, он бежал в Минск. Поэтому единственное убежище у таких диктаторов – это диктаторская Россия, которой они верят, что она останется незыблемой, что бы ни происходило в этих республиках, которые вышли из состава Советского Союза, даже будет революцией, они могут с награбленным убежать в Москву. Вот, собственно, в этом основная причина, почему он ориентируется на Россию. Я, когда с ним ездил в Россию, мы с ним работали министрами в одном правительстве, и, собственно, у нас произошел конфликт, когда он все время расшаркивался, говорил, что Россия великая страна, все пытался какие-то договора в пользу их решить. Я с ним ходил везде и просто поражался его, знаете, такого отношения к России, такого рабского. Поэтому здесь очень много факторов, но самое главное – системное. Это режим, который зависит от режима Путина. Это главное. Вы несколько раз сказали, да, про режим Путина в России. Как думаете, а где еще поменяется политическая ситуация, политическая погода после падения режима Путина? Если режим Путина упадет, мы все понимаем, что, ну, во-первых, начнется распад России. Распад России, он будет многоэтапный. Если Советский Союз, собственно, когда распадался на 15 республик, разъехался, то в России будут, наверное, те же самые процессы, ну, Татарстан, Башкортостан, Кавказ, часть Кавказа, наверное, отъедет. Наверное, будут вопросы и по Сибири. То есть это такой длительный многолетний процесс, когда Россия будет разваливаться. Когда Россия будет разваливаться, когда, скажем, центральные азиатские государства поймут, что угрозы нет, интервенции, то начнут падать, первый пойдет в Центральную Азию, первый режим пойдет в Казахстане. Затем в Кыргызстане, сейчас пропутинский режим, на самом деле, идентичный тому, что есть в Казахстане. Ну и, наверное, уже там в последнюю очередь это уже будут такие республики, как Узбекистан, Туркмения, но там дольше. В Армении, безусловно, произойдут изменения очень быстро, потому что сейчас там уже идут противоречия. Просто у них очень высокая экономическая зависимость от России по газу, там, другим, скажем, номенклатурам, товарной группе. Но вот я так вижу. Я не знаю, никто не знает, когда это произойдет, но то, что распад России произойдет в итоге вот этой войны, это очевидно. Я думаю, это все понимают. Все те, кто пережил развал Советского Союза и знают причины, все прекрасно понимают, что в России как раз то же самое будет. Последние несколько дней муссируется информация о смерти Путина. Как думаете, для чего это делается? Кому это выгодно? Это выгодно прежде всего самой России. Ну, во-первых, идет, скажем, ослабление украинцев, и Украины в частности. Я, конечно, с большим удивлением наблюдаю, когда такого рода сообщения идут. Практически все заметные каналы Украины передают и обсасывают эту тему. Ну, я очень болезненно на это реагирую. Почему? Это о чем говорит? Ну, я понимаю, что все хотят, чтобы Путин умер. И надеются, что, ну, во всяком случае, это может привести к тому, что война остановится. Это я понимаю причину. Но знаете, это событие, не зависящее ни от кого, ни от нас, ни от кого. И это то же самое, что ждать изменения, там, улучшения погоды у моря. Я понимаю, когда что-то вы делаете, или страна делает, и пошагово, шаг за шагом достигает определенной цели. Когда, да, концентрировано общество, концентрировано политическое руководство, и так далее. А когда все начинают верить в очередную лабуду, при этом, что происходит? Таким образом, можно общество всегда обманывать. Ну, я простой пример приведу, который наносит ущерб Украине, как стране, и не только Украине. Ну, например, в июне прошлого года, когда АТО Каев сказал, что мы не признаем ДНР, ЛНР, ой, что там было? Все радовались, и когда я поступал на украинских каналах, говорил, вы распространяете ФСБшную линию, от меня требовали изменения, изменения прямо в эфире. Что в итоге получилось? Такого рода риторика привела к тому, что это скрыло деятельность режима Тукаева, Назарбаева. Они продолжали активно помогать России, а Украина, обманутая этой риторикой, не заметила, и заметила, скажем, довольно поздно, а значительно сейчас общество до сих пор продолжает верить, что Казахстан оказывается друг Украины. Это в конечном счете приводит к тому, что этот враг, режим, продолжает помогать Путину, и никаких действий Украина не предпринимает. Активных таких, чтобы не было помощи. Соответственно, это усиливает Путина и ослабляет Украину. Вот такого рода вбросы, а их множество, приводит к тому, что в голове у украинского общества не формируется четкая линия, четкое понимание мира, где друзья, где враги, соответственно, не формируется четкая политика, хаотичная, непоследовательная. Это приводит к тому, что страна действует неэффективно против своего врага. Вот в данном случае, когда говорят, что Путин умер, это определенное расслабление происходит. То есть оболванивание людей. Понимаете? Когда общество возможно оболванить разными вбросами, тогда она не может адекватно действовать. Вот в данном случае я видел выступление у Гордона, долго обсасывали, как вот соловей. Но очевидно, что, слушайте, в России, когда человек что-то вякнет против Путина, к нему через несколько часов стучатся, уже его сажают. За пустой плакат. А тут человек сидит в Москве, в России, рассуждает о том, что труп Путина где-то в холодильнике, и ему из-за этого ничего. Это все транслируют украинские каналы. Так же было с Пригожиным, когда две недели все гоняли радостно по поводу Пригожина, что все, конец Путину, сейчас будет восстание. Это ослабляет общество, ослабляет политическую власть. Это не затачивает на эффективность, а расслабляет. Поэтому это вредно, выгодно, точнее, Путину и вредно для самой Украины. Такую лабуду слушать. Я хочу вам изнутри украинского общества поделиться с вами ощущениями по поводу этой информации про смерть Путина. Мне кажется, вы немного преувеличиваете веру украинцев в эту информацию. Мы относимся к этому с такой легкой иронией. Понятное дело, что если бы эта информация подтвердилась, мы бы безусловно обрадовались. Но тут нет такого, что мы сидим, как говорит китайская посмотра, на берегу. К сожалению, опровергает ваше мнение. Вы, наверное, вращаетесь в более информированных кругах, но по количеству просмотров, огромные просмотры, если их суммируют, миллионы просмотров. Это говорит о том, что общество слушает. Общество слушает и общество верит. Это не одно и то же. Мы можем смотреть фильмы ужасов, но это не значит, что мы верим, что там все по-настоящему. К сожалению, у нас порой фильмы ужасов похлеще, чем в Голливуде. Знаете, когда, ну, например, есть у вас же, опять же, украинский паблик, уходят люди, говорят, недавно я видел Журнова, говорит, Птокаев, он вообще демократические реформы делает, это не Назарбаев. Ну, это броня, во-первых, человек, который расстреливал, дал указание расстрелять свой народ, Птокаев, можно легко заглянуть интернет, все это обнаружить. И когда это говорится на одном из ведущих каналов Украины, например, я его один раз послушал, пять минут, и забыл о нем, потому что я знаю, это дезинформатор. Он у вас присутствует на всех каналах, много просмотров. Это говорит о том, что общество верит, слушает. Это значит, общество ваше оболванивает. Понимаете? Я не думаю, что так, к сожалению, оптимистично, когда я вижу вот такого рода эфиры. Это меня вызывает. Просто вы ставите знак равно количеству просмотров и не смотрю. Конечно, потому что если я мне это, я не верю в это, я не смотрю. Понимаете? Я прекращаю смотреть и прекращаю считать, что ты не эксперт. А если я продолжаю смотреть, значит, мне интересно. Я вас удивлю, но вот недавно общался с некоторым количеством людей, которые посмотрели интервью, например, Дудя и вот этих, Цыгановы, семьи Цыгановых. Я не смотрел, я не хочу тратить три часа своей жизни на вот эту откровенную пургу, простите. Но есть люди, которые, чтобы еще раз убедиться вот в этом российском шовинизме, империализме, размешанном на православии, они потратили три часа своей жизни, чтобы посмотреть на это. Но они не смотрели это не потому, что им это нравилось и они верили Вике Цыгановой и ее мужу. Нет. Чтобы еще раз убедиться, насколько повернуты мозгами там, внутри России. Ну окей, бывает такое тоже. Поэтому заголовок «Путин умер», поверьте, вызывает, конечно же, это хайпово, это кликабельно, это интересно, но это не значит, что мы сидим на берегу реки и ждем, пока труп Путина проплывет и ничего не делаем для того, чтобы победить. Поэтому я предлагаю перейти к следующей информации. события, которые произошли в Дагестане. Я думаю, уже переповторять я не буду, наши зрители знают, что произошло, самолет, искали граждан Израиля, люди ворвались на взлетную полосу, беспорядки, сегодня были задержания. Как думаете, кому это выгодно, опять же, для чего это делается? Естественно, в России уже обвинили, обвинили что-то измне силы подействовали и в том числе в Украине это все выгодно, хотя на самом деле те же антисемитские настроения сеяли и сам Путин, и Лавров, и встреча с Хамасом в Москве, все это подталкивает к антиизраильским, к антисемитским настроениям внутри самой Российской Федерации. Как вы расцениваете произошедшее в Дагестане? Я думаю, это объективный процесс, то, что там происходит, объективное отражение, скажем, политических реалий и той системы, в которой живут россияне. Конечно, я посмеялся, когда увидел, что, я не знаю, правда ли нет, но я в телеграм-канале увидел, что Украина вытащила документ, который подтверждает, что это организовало ФСБ. В свою очередь, Россия объявила, что это сделала Украина. Это очень забавно наблюдать, если это правда, что Украина такие вещи делает. На самом деле, это же объективный процесс, действительно, вы правы, Путин принимал Хамас, то есть четко показал, что он, на какой он стороне. При этом он лицемерно, скажем, с одной стороны, вроде бы поддерживает Израиль, а с другой стороны, осуждает, поддерживает, говорят, что вот Хамас неправильно сделал, напали, убили мирных граждан, что он делает сам непрерывно каждый день в Украине. А второе, он говорит, что Израиль убивает мирных жителей, что преступления совершают отдельные террористы, а Израиль убивает всех, что это неправильно. Опять же, это из уст человека звучит, который делает то же самое в Украине. Поэтому, конечно же, это вызывает, скажем, ну, то есть, недоверие полностью, он не может быть человеком, который говорит правду. Ну, и когда вот такого рода заявления звучат, конечно же, в авторитарной системе особенно известно, что в России есть довольно много мусульман или исповедующих ислам, они, конечно, занимают позицию по принципу там мусульмане, мы их должны поддерживать. Вот Израиль их убивает, поэтому мы должны, что называется, мочить евреев. Но на самом деле это только же элемент, элемент болезней диктаторской системы. В демократических странах такого не то, что не бывает, если она и есть, то есть механизмы, которые регулируют эти процессы, не позволяют на законодательном, на любом другом уровне, есть механизмы, которые это снимают такого рода вопросы. А в России это же антисемитские настроения, они сами по себе не существуют просто как отдельный элемент, да, там же существует разное настроение, ну, например, я приведу ряд фраз, лицо, лицо кавказской национальности. Мы где это слышим? Это мы слышим в России, то есть сразу получается лица Кавказа, они автоматически являются преступниками. И мы слышим даже от очень известных политиков, которые в России вроде были в оппозиции, когда они говорили, скажем, лица азиатской национальности, их называли чурками и так далее. Поэтому, ну, это на самом деле политика, которая еще выработана и вырабатывается во всех авторитарных или диктаторских системах или даже самодержавии. В царской России то же самое было, когда били инородцев, и евреев, черносотинцы. Таким образом, они как бы ту энергию, которая направлена в недовольство социальным своим положением, они его сбрасывали в сторону евреев или инородцев. В России сейчас то же самое происходит. Когда есть жесткая авторитарная система, все контролируется, не позволяется никому делать то, что, скажем, не выработано в центре, гасится. И вот то, что произошло, это произошло вне контроля этого режима Путина. Это существует, Кавказ, он просто подавлен, Северный Кавказ весь, и Чечна под давлением, Кадырова сидит, и Дагестан, весь он подавлен. Поэтому этот протест, он больше носится, наверное, просто как повод был, как повод, и в чем опасность для Путина? Почему этот протест такого рода протест или вступление, это не протест выступление, дикие выступления будут подавлены? Потому что они опасны, они опасны для самого режима Путина, потому что протест должен быть управляемый, контролируемый, созданный. А раз это не так, а я уверен, что это не так, то это может явиться как, знаете, как вспышка, она может потом за собой потащить другие процессы. Накопленных проблем в России много, и это может привести к взрыву и, собственно, к гигантской проблеме для самого Путина. В чем проблема с самой Россией? Мы же знаем, что некий русский мир, который сейчас пытается прийти в Украину, это на самом деле имеет исторические корни. Исторические корни заключаются тогда, когда власть опирается на преобладающую этническую группу, в частности, русских. Поэтому в России всегда при царе и так далее он опирался на эту группу этноса русских. Все остальные были на вторичных ролях, в том числе и украинцы, и все остальные. Это, в конечном счете, привело к тому, что все остальные этнические группы были на второстепенных ролях. Сейчас в России то же самое. То же самое происходит, и, собственно, этой причиной является попытка завоевать Украину, опираясь на некий русский мир идеологический. Вот. И поэтому я, если мы говорим об этих всплесках, которые происходят, такие всплески, они могут быть любые. В Башкирии, Татарстане, в Туве, и где угодно. И сейчас Путину важно это задавить. Не случайно президент Чечни, Кадыров, собрал всех и на чеченском языке сказал, что у нас не должно быть как в Дагестане. Для них это очень опасно. Поэтому я думаю, что вот и развитие такого типа антисемитизма будет подавлено. Хочу спросить вашу оценку ситуации в целом в мире. Насколько сейчас взрывоопасна она, насколько близко мы подошли к началу глобальной Третьей мировой войны? Знаете, когда Россия напала на Украину, у меня эти эфиры стоят больше трех миллионов просмотров, у меня сейчас, по-моему, больше пяти миллионов. Это в основном украинцы. Для меня было очевидно, что по сути дела это должно быть вот эта война, она не просто локальная России против Украины, она становится глобальной для того, чтобы фактически прошла перестройка политики ведущих стран мира. В чем суть? Дело в том, что Запад поддерживал на самом деле взаимоотношения и сам даже скорбил эти диктаторские режимы, балансировал с ними, вел торговлю, но та же самая если Россия о России говорит, то на нефти эта страна заработала триллионы при власти Путина вооружились очень сильно, укрепились, помимо того, что Запад дружил, позволял инвестировать деньги за рубеж, они покупали яхты, самолеты, дети их там обучались, в итоге вот эта авторитарная страна, она напала на Украину, то есть эта политика уже не работает, то есть она стала опасной уже и для этих стран, для ведущих стран мира, то есть опасность цивилизации и сейчас это развивается, Россия она на самом деле имперская страна и все элементы институты построены по этому принципу в отличие от Украины, Украина все-таки локальная страна и она локально боюет, а Россия боюет глобально, собственно это приводит к тому, что мы видим то, что происходит в Израиле, Хамас встречается с Путиным, мы видим теперь уже шипы, что называется, проявляются не только в Украине, а и в Африке проявились, и в Израиле, на Ближнем Востоке, там за спиной стоит Китай и так далее, сейчас элементы, скажем, приближающие вот той самой глобальной войны мы видим, вы ее называете Третьей мировой войной, войной. Так вот, сейчас угрозы есть и Запад прекрасно это видит, я из разных источников, я экспертом являюсь, разных европейцев, четко вижу, что Запад это видит, другой вопрос, как он будет реагировать и когда, то есть сейчас опасность огромная, и в первую очередь, что нужно делать, я вижу, что Запад должен усиленно помочь Украине, победить, не просто отогнать, отогнать не поможет, можно Путина за границу Украины 91-го года отогнать, он не успокоится, победить Россию нужно, и тогда будет снята угроза Третьей мировой войны, потому что это тандем Иран, Китай, Россия, и если один из игроков будет сломлен, то и Китай заляжет, и Иран успокоится, не так, скажем, будет, и самое главное, проблему Израиля не решить другими кардинальными способами, потому что там все авторитарные страны вокруг Израиля, они будут поджигать, Иран, и другие какие-то рядом соседние страны, они все будут поджигать, и в основном причина в том, что это диктаторский авторитарный режим, если там были бы демократические системы, то сейчас бы и разговор был бы другой, поэтому угроза Третьей мировой войны серьезная, я надеюсь, что Запад это, скажем, ну, понятно, он видит, но здесь вопрос только стоит, готовы ли они сделать энергичные решительные действия или нет, вот в этом проблема. Уважаемые зрители, я попрошу вас нажать кнопку «Лайк нравится» для того, чтобы Ютуб рекомендовал к просмотру другим пользователям тоже, и, конечно, в комментариях пишите, где вы находитесь, постоянно вы там или временно. Мухтар, спасибо вам большое за интересный разговор, пользуясь случаем, сразу договорюсь о наших следующих интервью на будущем. Спасибо. Спасибо вам большое. Дорогие зрители, берегите себя и ваших близких, Украина обовязково пора можем. До встречи, до побачи. Субтитры создавал DimaTorzok